Здорово народ! В прошлой серии мы купили жигули за 13 тысяч рублей, делаем из него Drift Stance проект по бюджету. Также мы в прошлой серии начали ее уже разбирать, разобрали немножко салон, сняли немножко пластика. В этой серии мы займемся дальше разбором салона, снимем передний бампер, помоем всю подкапотку и вообще сделаем выводы, что по итогу надо варить. Заказал я уже железо, оно придет завтра, то есть придет переднее крыло и правый порог. В этой серии еще постараемся показать некоторые ништяки, которые я купил и завалил всю машину ими. Постараюсь ответить на некоторые вопросы, которые возникли по поводу первой серии, что в итоге-то за Drift Stance проект то такое будет. Ну в принципе вот пока на этом и все, будет вся вторая серия, так что ставьте лосося и смотрите дальше. Включим в видео небольшой такой разбор ништяков, который я приобрел для жиги. Ну собственно не будем медлить, начнем масло, Shell Helix. У меня уже Shell Helix вложены деньги за рекламу, я их постоянно рекламирую. Масло, промывку купил, чтобы по двигателю полегче стало. Купил наконец-то личинки замков, два баллончика с краской, то есть шоколадный и ореховый. Ну скорее всего подойдет ореховый под пластик. Хочу перекрасить весь пластик в этот цвет, он больше подходит под сидение. И тем более я уже купил ламинат в багажник, который мы будем также класть. Должно получиться очень круто по сценсории. И наверное все-таки думал, может принести аккумулятор в багажник. Шторки сзади пойдет, думаю будет прикольно смотреться. Ну пока до этого еще далеко. Вот надо сначала обслужить мотор. Купил кстати пистоны, ну весь набор вот этих вот пистонов, всяких пластиковых заглушек для жиги. Именно еще под молнинги заодно. Чуть-чуть химии, очистка двигателя, очистка салона, всякие там стеклоомыватели, красный баллончик, то есть лак для задних фонарей. Свечи, ну обычная процедура. Фильтр, кэпы для баллончиков. Ну в принципе из такой химии пока все. Дальше переходим на ништяки. Вот собственно ништяки, которые я приобрел. Купил две задние двери. Обошлись они мне в 500 рублей. Полностью в сборе. Рабочие стеклоподъемники. Понятно, что весла весь в хромном месте. Все ручки, все замки, все работает. Даже особо я бы сказал не ржавые. То есть там по низу чуть-чуть есть какая-то ржавчинка. Я их купил как бы про запас, чтобы из этих дверей всех собрать две нормальные. И собственно, чтобы под покрасы они были гораздо лучше. Чтобы не пришлось ничего не варить, не шпаклевать. Дальше идет губа Бацадзоку. Вы ее уже видели. Бампер с копейки передней. Обошелся он у меня в 1500 рублей. Купил новые дверные карты. Я искал именно такие. То есть без этого карпета непонятного, который все делают. А вот именно под кожей, либо что это. Такие довольно-таки вонючие фанерой. Но думаю, сойдет. За то хотя бы новые, собственно. Стоили они тоже, по-моему, рублей 500 в магазине по скидке. Потому что они давно валяются. Но опять же, собственно, я уже показывал передние фары. Точнее ближнего света. Потому что те у меня сломанные. Сейчас стоят. Поменяем. Купил аккумулятор Медведь. Нормальный. Не стал шиковать покупать жирный аккумулятор. Как я это сделал в спаржу. Для Жиги хватит такого средненького. Ну, фильтр понятно. Вот, собственно, сам диван. Который мне и понравился. И я решил все-таки взять коричневый багажник. Такого вот именно орехового цвета. Желательно бы, конечно, еще найти передние сидения. Нет. Я нашел их на Авито. Но они находятся в другом городе далеко. И они из копейки. То есть они без подголовников. Ну и, собственно, ну кожаны уже идут. Или как они там. Глюруют. Чего они там. Дальше. Что, собственно, касается руля и передних сидений-то. Сказали, что надо покупать ковш. Надо покупать спортивный руль. Нет. Это нахер не надо. Не забывайте, что это как бы бюджетный такой проект. Ковш купить я всегда успею. И тем более даже спортивный руль. Даже могу купить оригинальный. Это без проблем. Но оно мне не надо. Пока поставлю все по классике. Не будет хватать. Куплю спортивный дрифтовый руль. Это вопросов нет. Зато хотя бы я купил сейчас нормальные рычаги. Вроде Калп Турбо. Не знаю. Мне посоветовали. Ценник был очень вкусный. Тем более они новые. Плюсом к ним идут 14-е тормоза вентилируемые. Тоже с АТС с колодками, по-моему. Ну то есть вообще все лакшери. Досталось мне за копейки. Уже заказал. Уже все едет. Так что надеюсь вы увидите все в следующей серии. Ну, собственно, мы приступаем к разборке этой машины. Субтитры сделал DimaTorzok Получается, с левой стороны он легко снялся. Сейчас снимем вот эти вот габариты. Повторители поворотников. Или как они правильно называются. Вот эти под фарами. То есть снимем также фары ближнего света. Ну, собственно, на морде это будет пока все. Дальше мы уже приступим к мойке под капотки. И снятию дальнейшего салона. Субтитры сделал DimaTorzok Помыли тут под капотку. Выглядеть она, конечно, стала во много лучше. Просто я не знаю, наверное, когда последний раз ее мыли, она еще с завода только выехала. Ну, вот, как бы, особо ничего здесь смертельного нету. Бачок омывателя легко достается. Под ним все протер. Также под аккумулятором все протер. Вот лишний свет сняли. Тоже все под ним протерли. Химия на благо все выяло. Крышка двигателя вообще прям стала блестящей, можно даже сказать. Также подразобрали весь салон. В принципе, ну вот, пока на этом все. Сейчас будем вывозить всякое лишнее бархало, которое наснимали. Наверное, начнем красить пластик. И готовиться к сварке. Продолжение следует... Наступил у нас следующий день. Получается, сейчас уже договорился с Виталиком. Я еду к нему в гараж. Мы будем смотреть, что у нас по работам. Забрала сегодня, получается, переднее правое крыло. Также правый порог. Обслуживание это все в 1500 рублей. Проехала уже решетка. Завтра надо забирать. Сейчас уже все поставил. Как бы открываю ворота, запускаю и выезжаю. Надо заехать на заправку. И там уже прямиком к Виталику. Продолжение следует... Поехал тут сейчас руль с двумя центрами. Разница уже видна на глаза. Ну, их полностью разобрал. Хотел почистить. Точнее, хочу это сделать. Собственно, вот этот стоял на руле. С этим кожухом. С такой железкой. Они так сильно отличаются. Это какая-то с шагренью. А эта простая. Ну и хром, соответственно, разный. Не знаю, что к чему. В принципе, вроде все одинаково. Ну, только такие вот небольшие различия. В хроме и в этих железках. Ну, сейчас соберу из двух. Один хороший. Дома после очередного тяжелого рабочего дня. Помыл, наконец, хоть спаржу. Также забрал тут пару ништяков. На жигу. Это передняя решетка глухая, о которой я говорил. Также руль. Руль я сегодня на работе полностью восстановил. Восстановил, почистил, отдрайл его. Восстановил в идеал все контакты. Да и вообще, просто его сам весь в идеал более-менее провел. Сейчас я вам все покажу. Начнем с руля. Это двухспецовой оригинальный руль. То есть, именно, который шел на шестерку. По-моему, еще даже на тройку. Наверное, плохо будет видно. Но он вообще практически в идеальном состоянии. Есть, конечно, чуть-чуть пошороканья. Но я вообще все ему восстановил. Вот эту вот латунную вставку. Именно тут была смазка. Я избавил ее от смазки, подшкурил. Потому что здесь по-любому должен контакт быть, а не смазка. Дальше, вот сейчас прислушайтесь. То есть, тоже внутри все зачистил. Получилось очень супер. Там, получается, идут латунные вставки. На них, по-моему, медные шпонки стоят. Которые именно, ну, друг к другу, ну, друг к дружке соприкасаются. И вот, получается, контакт и сигнал издает. Центр я полностью избавил от ржавчины. Также, ну, его обработал машинным маслом, чтобы влага, когда на него попадала, то есть, с железом не соприкасалась. То есть, масляная пленка будет защищать от коррозии. Ну, и, собственно, опять же, все шпонки, всю латунь я полностью, ну, в идеал вывел. Чуть ли не полирнул, но полировать не стал. Вот. То есть, я окислу все убрал. Также мне в комплекте шла вот именно вторая вот эта вот вставка. Ну, в центральную. Я тоже ее полностью, вот эта вот кожа, не кожа, что это посередине, вот резина какая-то. Ее отмыл полностью, в идеал. Но также все там точно так же обработал. Съездил к нам у нас в автопартнер. Купил вот такой уплотнитель багажника. Я сказал, дайте мне на семерку. И получилось так, что он мне предложил взять от десятки, что ли, либо от девятки. Сказал, что их все берут. Ну, я не знаю, с жигами не сталкивался. Вот тут, получается, такой профиль идет. Дополнительные всякие уплотнения резиновые. В принципе, встала как влитая. Сейчас попробовал закрыть багажник. Встала как влитая. То есть, суперская фича. Так, ну, с багажником пока ничего не изменилось. Съездил вчера к Виталику. Так, в общем, вот она резинка. Говорю, встала как родная. То есть, ничего нигде нет она. То есть, прям вообще, вот особенно вот в этой части, где потоньше уже, она прям сама туда легла. И хорошо, кстати, очень держится. То есть, на изгибах тоже. То есть, самый прикол, что у нее вот есть как раз такие дырочки, чтобы она, ну, воздух из нее выходил. То есть, это очень долго прослужит. Сейчас здесь просто подрежу и все. Забыл сказать, что упакован руль был просто супер. То есть, как будто, вот как на заводе, вот специально для меня упаковали. То есть, картонка специальным подъемом с вырезом под центр. То есть, ну, вот это тут, конечно, чуть-чуть болталось. Вот, так получается, сверху еще одна картонка была. Закрывалось все это дело. То есть, мне понравилось, как было упаковано. Дальше, вот, собственно, идет у нас решетка. Такая. Сейчас даже хоть примерить, что она себе представляет. Ну, вот такой, получается, видочек. Ну, в принципе, неплохо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!